Добрый вечер, дорогие друзья! Ну, прежде всего, поздравляю вас с наступившим Новым годом! И мы начинаем наш первый новогодний концерт. Нам повезло, что нас пригласили работать не только в пятницу, а и в понедельник сегодня. С тем, чтобы открыть вообще всю гастрольную деятельность нашего клуба. Сегодня, очевидно, будет там ряд сюрпризов даже у вас. Я сейчас боюсь заранее что-то сказать, но тем не менее. Мы начнем сегодня с композиции, которую я написал не так давно. Она была записана на нашем диске «Поток сознания» в стиле world music, то есть на таких восточных и древних ладах. И посвятил ее такому историческому явлению, как Аллайский базар, который появился за 2500 лет до н.э. на маршруте Великого Шелкового пути. Если кто не знает, этот путь существует много тысяч лет, и китайцы всегда возили и продолжают возить очень популярный и модный свой шелк. И вот эти караваны шелком шли в Европу, в Африку, в Индию, вообще во все страны. И обратно возвращались караваны, груженные тем, чего в Китае не было. А не было там, например, скопунов, не было рабынь белых и чернокожих, которых собирали и увезли в Китай. Не было, например, кованого оружия, лад. И вот эти караваны, идущие туда и навстречу, они встречались где-то посредине Центральной Азии, где сейчас находится Узбекистан и Ташкент. И вот там, под склоном Аллайского хребта, возникал такой небольшой базарчик, который получил название Аллайский базар. Вот этому замечательному историческому месту я и посвятил пьесу, которую вы сейчас услышите. Аллайского хребта Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Чернокожим, которые очень ревностно относились к своим чернокожим исполнителям Которых этот итальянец отодвинул вообще на вторые места И ему начали ставить палки в колеса, как это умеют делать в американском поп-бизнесе В общем, к концу 70-х его свели как бы на нет, его популярность Хотя он не стал от этого хуже петь или сочинять песни Он вынужден был на какое-то время вообще переехать даже Он приобрел дом в Европе и там потом некоторое время с пользой для себя Провел несколько лет в различных монастырях у японских учителей Занимался даже каратэ, йогой Он непростой такой человек, в общем, всем Востоком заинтересовался И потом опять вернулся, и сейчас он выступает И, в общем, его популярность опять поднялась Но мы хотели бы вам показать именно одну из песен, которые сделали ему славу именно в середине 70-х Сейчас такая песня прозвучит Она называется The River Must Flow И, в общем, его популярность опять поднялась Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Первое деление я вам расскажу, а потом и спою две песни, очень популярные в довоенное время в Советском Союзе. Существует неправильное убеждение, что в Советском Союзе, в сталинские времена, да и позже, джаз был запрещен. Это совсем не так. Джаз был запрещен действительно нацистами, Геббельсом, который издал указ еще где-то в 1933 год, как только они пришли к власти, который запрещал джаз как искусство недочеловеков. Была даже такая расклеивалась по всей Германии афиша, где была такая обезьяна с сексофоном в руках и с еврейской шестиконечной звездой. Вот здесь недочеловеками они считали три нации – это евреи, цыгане и негры. И тотально бы он запрещен был джаз. И я думаю, что именно по этой причине, одна из причин фашистская Германия проиграла Советскому Союзу, потому что Сталин вместе с Кагановичем, они оказались гораздо мудрее. В 1935 году вышел указ Верховного Совета, который просто постанавливал в каждой республике создать госджаз-оркестр. Такого не было ни в одной стране мира, чтобы в каждой республике был свой госджаз-оркестр. А в столице нашей родни было даже два или три – на радиокомитете, еще где-то. И вот одним из первых создателей советского джаза был Александр Варламов. Я думаю, что он действительно по-настоящему создал такой прообраз американского джаза. И я помню, как после войны в дворах выносили патефоны, когда война кончилась, и заводили довоенные пластинки оркестр Варламова. И весь советский народ тогда любил его, вот эти песни. И вот сейчас прозвучат две песни, которые являются на самом деле американскими стандартами. Например, вот «Луна» – это есть такой стандарт, «Blue Moon», так называется, «На карнавале» – это тоже американский стандарт. Но сам Варламов сочинил перевод к ним, автор не указывался, и он сам это пел. В память об Александре Варламове, которого, кстати говоря, когда начались опять репрессии после войны, в связи с Холодной войной, его на какое-то время все-таки посадили в концлагерь, но он оттуда, в общем, он там не погиб. Он вышел уже после смерти Сталина и продолжал свою деятельность. Я даже застал его, видел его живым, даже разговаривал. Он был уже старик такой, но очень бодрый. Итак, Александр Варламов. Две песни из репертуара его джаз-оркестра, созданного еще в довоенные годы. «Луна» и «На карнавале». «Луна» и «На карнавале» «Луна» и «На карнавале» «Луна» и «На карнавале» «Жемчужная «Жемчужная луна» «Луна» «На карнавале» Под сенью ночью вы мне сказали, Люблю вас очень на карнавале. Вы мне шептали, да-да шептали, Я вас люблю. Был я тронут нежной маской, Но поймав коварство в глазках, Снял я с вас мгновенно маску О-о-о, под маской леди краснее меди Торчали рыжие усы. Вот под такую музыку советский народ танцевал, Несмотря на запреты уже в послевоенное время. И мы танцевали на школьных вечерах, Веселились, потому что это была замечательная Наша советская джазовая музыка. Ну а сейчас давайте сделаем небольшой перерыв. Итак, дорогие друзья, мы продолжаем наш концерт. Мы начнем второе деление инструментальной музыки. Вы услышите пьесу, написанную мною в стиле фанк. И я ее назвал, соответственно, тем мыслям, которые мне приходили в голову, Когда я сочинял эту пьесу. А мысли приходили такие, что вообще Нынешнее поколение молодых людей, А особенно представителей радио, телевидения и прессы, Вообще, как-то немножко сузило свои познания в области культуры. И что, в общем, печально, конечно. Поскольку это уже похоже на вот эту систему образования, Которая к нам пришла с запада, Уже делает похоже на наших молодых людей, на тех студентов, С которыми я столкнулся впервые, когда приехал в штат Оклахома, в университете. Там мне какое-то время преподавал. И я понял, что вот студенты современные, американские, Они очень глубоко изучают свою профессию, например, микробиологию. Вот он знает про микробиологию все. А вот у него не хватает ни времени, и даже желания нет. Поскольку он знает, что если он в микробиологии что-то достигнет, То он будет процветающим и богатым. Вот это главная цель современных ученых молодых. Добиться вообще богатства. И поэтому все остальные знания ему только мешают в этом. И вот в этом и есть тенденция вырождения, на мой взгляд. Поскольку современные молодые люди иногда не знают самых элементарных вещей, Например, из истории. Ну, я несколько раз уже приводил пример этот печальный. Извиняюсь перед теми, кто слышал этот мой рассказ. Я однажды включил телевизор, случайно попал на один телеканал и заинтересовался. Это днем было. И там с камерой шли с микрофоном и с камерой по московским улицам днем. И вот навстречу идет компания молодых таких людей, девушки. Значит, там человека четыре было. И вот к ним подходит, видя только микрофон, и задает вопрос. Вы не хотели бы ответить на пару вопросов? Да, конечно, с удовольствием. Все смеются молодые. Не то десятиклассницы, не то первого курса студенты. И вот им задает вопрос. Скажите, кто из исторических личностей, кому вы отдали бы предпочтение? Наполеону или Бонапарту? Я с ужасом смотрю, они задумались. И так думали, что-то там. Потом наиболее одна девушка. Ну, конечно, Бонапарту. Да, она вообще закивала. И это, представляете, потом позднее я уже выяснил, что опросы где-то в регионах, есть у нас компания, которая занимается сбором общественного мнения, какой-то процент, процентов 30 молодых людей не ответили на вопрос, кто такой Владимир Владимирович Ленин. Это уже все. Я понял, все, конец. А уж если говорить об истории, например, джаза, музыки, то тут просто никакого вообще познания нет совсем. Так что я вот решил эту пьесу посвятить современным таким музыкальным критикам, которые ничего не знают, кроме вот знать, что есть там где-то джаз, рок и поп. И не знают о существовании фанка. Поэтому я и назвал эту пьесу про фанка. То есть про фан в юбке в смысле знания фанка. Вот такая пьеса. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Субтитры подогнал «Симон» Спасибо Ну а теперь мы снова переходим к вокальной части нашей программы Я приглашаю на сцену Марта Юсима И сейчас вы услышите одну из редких песен группы Кир Кримсен У нее такое мрачное название Starless and the Bible Black То есть беззвездность и библейская чернота Вообще сам создатель группы Кир Кримсен Кир Кримсен Роберт Фрипп Всегда был человеком загадочным, мистиком И мало кто понимал, что он вообще сделает в следующий его ход Он все время менял музыкантов Менял много стилей И в общем неординарный был человек в стиле прогрессив рока И вот сейчас в нашей версии вы услышите эту замечательную, очень красивую, несмотря на мрачное название Сама-то песня очень красивая, мелодичная Starless and the Bible Black Поет Марк Юсим Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ракилю Динатор Диана Кримсон Уни announcing Субтитры создавал DimaTorzok Динатор Учили на обычных факультетах В разных университетах в Лондонском, в ближайших еще университетах. Кто-то учился на искусствоведах, кто-то на архитекторах, кто-то даже на физика. В общем, это не профессионалы были, но они настолько были талантливы в музыкальном отношении, что когда они собирались вместе и что-то начинали играть, то возникало нечто совсем необычное. Вот так и возникло такое редкое явление, как прогрессив-рок, английский прог-рок. И, в общем, уже потом, когда это сошло на нет, это уже никогда не повторится. А вот сейчас вы услышите песню типичных двух студентов, которых зовут Роланд Арзабал и Курт Сми. Они вообще такие эзотерики-философы, интересующиеся всякими мистическими учениями. И их любимой книжкой была очень популярная такая книга Артура Янова, которая называется «Первобытный вопль». И вот пьеса, которая сейчас прозвучит, она называется «Шаут», что означает «вопль». Она, очевидно, это уже потом исследователи догадались, она как раз посвящена названию этой книги «Вопль». И как бы в ней реализуется крик первобытного, только что родившегося младенца, который появился на свет и начинает кричать. Вот этому крику и посвящена пьеса, которая так и называется «Шаут», группа «Tears for Fears», а поет Марк Юсин. Спасибо. 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 Что Pakistan — Федоров Если Kennин. Божьет Cirид. Ах, но ты собственно? Ск booюível. Ах, ну ладно все, я не случаю вам,明н Xim headers, а так и рассказаю вам. Спасибо. Ну а сейчас вы услышите современный хит 2017 года, который сейчас можно слышать все время в эфире. И он, правда, позвучит в нашей интерпретации. Его напел очень популярный английский певец, которого зовут Эдвард Кристофер Ширан. На самом деле Эд Ширан, его так больше знают. В общем-то, он занял первое место по продажам этого сингла и в Америке, и в Европе, и везде. И, в общем, эта песня стала хитом только что вошедшего года. Песня эта называется «The Shape of You». «The Shape of You» 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 Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова 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 Free Jazz, под который подпал тогда и я. Это уже были 60-е годы. Я тоже начал впервые в Советском Союзе играть эту музыку. И на меня тоже, хотя джаз тогда начали уже разрешать, тоже обрушились все критики, все джазмены, что это какое-то хулиганство. И я играл эту музыку, несмотря ни на какие отрицательные реакции. И вот сейчас вы услышите пьесу, которую уже начали исполнять его последователи. Это была группа Prime Time, с которыми он тоже начал играть. Они уже исполняли его пьесы совершенно в другом стиле, который они назвали панк-фанк. И вот Орнет Коуман стал с ними играть. И вот сейчас в этом стиле панк-фанк и прозвучит одна из пьес, которые он написал еще в 58-м году. Но она совершенно будет звучать по-другому, поскольку ее исполняли уже его молодые все последователи из группы Prime Time. Итак, Орнет Коуман пьеса называется «Рэмблинг», что означает «Скитание». А на сцену я приглашаю нашего нового друга Эдик Коуман. Коуман. Аплодисменты. Спасибо. 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 Widers on the Storm. Спасибо. Спасибо. Widers on the Storm. Widers on the Storm. That's a killer on their own. His brains are screaming like a toy. Widers on the Storm. That's a killer on their own. His brains are screaming like a toy. He's a killer on their own. Take care of how they take. Let your children play. If you're not a prisoner right, Sweet Mammoth and I, He's a killer on the road. Yeah. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 И это залог того, что все концерты наши будут теперь подарить с таким же эффектом. С Новым годом! До свидания! Спасибо всем!